Сгнившие перекрытия и разрушенная лепнина – все, что осталось от былого великолепия. Именно в таком состоянии нередко находятся памятники культуры по всей стране. Во время медиафорума Общероссийского народного фронта Владимир Путин отметил, что необходимо провести ревизию таких объектов. А затем, цитирую, принять решения, которые позволяли бы и делали более эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование. О том, как обстоят дела в столице Чувашии, Ольга Пырочкина. Когда-то величественный дом советов на площади Ленина. Сейчас он известен как старый дом правительства на площади республики. Уже несколько лет здание, где когда-то принимались судьбоносные для республики решения, работали руководители региона, заседали Верховное, а затем Государственный совет Чувашской республики – пустует. Фасады с первыми в Чебоксарах элементами классицизма ветшают. Дело в том, что перекрытия в здании 1940 года постройки – деревянные, а по современным противопожарным правилам – должны быть бетонными. Чтобы это исправить, в 2013 году здание закрыли на реконструкцию. 73-й федеральный закон гласит о том, что статья 14, я даже могу процитировать его, что объекты культурного наследия, независимо от категории, они сохраняются, выделяются средства на их сохранение только собственникам. А собственником является правительство Чувашской республики. Объект очень большой и требует значительных финансовых вложений. Таких средств, конечно же, у республики долгое время не было. Долгое время не было, но к 550-летию Чебоксар, судя по всему, нашлись. Сейчас проект реконструкции проходит культурно-историческую экспертизу. Начать работы должны в следующем году. Здание 1890-х годов постройки на бульваре купцов Ефремовых повезло меньше. В 19 веке сами купцы построили его под хлебопекарню. В советское время здесь располагался рабочий клуб, дом инженерно-технических работников, дом пионеров и октябрят. В 2000-х филиал Московского гуманитарно-экономического института. Сейчас изнутри сквозь сетку, за которой надежно скрыт фасад, виден туристический центр столицы – Чебоксарский Арбат. Объект, находящийся в центре города, по главной улице, по сути дела, по той, которой у нас ворота в нашем городе являются, недопустимо в таком неприемлемом состоянии находиться. 12 лет назад, чтобы приспособить историческое здание под музей, республика передала его в собственность городу. С тех пор город пытается найти инвесторов. В 2014 году здесь произошел пожар. И основные конструктивные элементы, они обрушились. На сегодняшний день проекта так такового нет. Переданы это для уставных целей акционерного общества Государственного управления капитального строительства города Чебоксара. Буквально месяц назад они обратились в Минкультуру Чувашии, чтобы провести инструментальное техническое обследование. Мы, конечно же, разрешили. Так или иначе, юбилей столицы здания встретят за баннером. Инвестора предстоит найти и для бывшего кинотеатра Родина, что не так просто. К тем, кто решает вложиться в подобные здания, серьезные требования. Основное – точно восстановить исторический облик, что зачастую дороже, чем построить новый объект. Сделать восстановление и использование таких зданий выгодным. Такую задачу поставил Владимир Путин во время пленарного заседания Медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Решить ее предстоит правительству и экспертам на федеральном уровне. Ну а перед региональными штабами ОИНФ пока стоит задача провести экспресс-мониторинг объектов. Его результаты регионы представят уже завтра, 29 мая, на Всероссийском экспертном совещании. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.